Доброе утро всем. Я сегодня утеплилась. Да, на улице у нас 10 градусов. Самое интересное, оделась в серых тонах, зато тени розовые. Да, почему-то так захотелось сегодня утром. Ну, раз захотелось, то почему-то нет. Что хотел сказать? Забыл, что хотел сказать. В общем, да, на улице 10 градусов. Ну, сейчас через пару часов будет 17. И шашлы просто накиним на плечи. С моей болезнью уже, можно сказать, покончено, потому что ночью тут переспала без всяких там каплей. Без всяких этих. Ну, таблеточки, конечно, попиваю. Как я говорила, нужно долечиться. Но уже в нос ничего не капаю. Так что чувство, чувство, запах, вкус, все вернулось. Я этому очень рада. И буду надеяться, что сегодня моя родственница сможет меня подстричь от этих ужасных волос. Все, поехала я на работу. Несмотря на то, что на улице 10 градусов всего, даже здесь 9, представляете, но вот когда солнце светит, это вот, знаете, белое, это дым. Там вот столбики стоят, листья жгут. И вот когда солнце, эти 10 градусов ощущаются совсем по-другому. И когда вот ветра нет тоже. В общем, вот так мне нравится. Ну, как-то начинаются ветра. Это в феврале будет. Это пипец какой-то будет. Февраль в Испании, он самый холодный месяц. В том плане, что ветреные очень. Когда ветра, они все выдувают. И холодрига еще та. Я не люблю ветра. Ну, скоро федераль начнется. И будет у нас зима настоящая. Февральская. Пока шла. Не знаю, что клиент опять нам встретился. Здоровуется. Там вот один тоже идет клиент. Стрижется у меня. Там сестра мужа пошла. Я ее покрасила, эмилирование сделала. Ну, все как обычно. Она забыла у меня этот шарф. Она пошла там подругу навестить. И вот бежала за ней. В общем, сейчас еду в Меркадону. Надо Чарли вкусняшки купить. И яиц нет. Вот. Что еще у меня нет? Вкусняшки, Чарли, яйца. Фруктиков, может, мандарины куплю. Так что, такие планы на сегодня. Она тоже болеет вся. Говорит, и это. Вот мы сидели с ней, обменивались какими лекарствами. Я говорю, я уже не какие-то одни. Я все подряд пью. Каждую неделю разные. Смотрите, у нас погода замечательная. А что-то... А, сегодня среда. Ресторан закрыт в среду. А что, вот такие вот дела? Не подстриглась, потому что родственница. У нее там как это... Врачебные дела, скажем так. Вчера забирала анализы. Сегодня к врачу пошла. Чтобы ей рассказали, что там по этим анализам. В общем, да. Так что, может быть, завтра. Ну, вроде сегодня волос нормально лежит. Так что я не сильно расстроена, скажем так. Да, Чарли? У сестры тоже есть собака. Юрсай. Она с ним пришла сегодня ко мне. Вот они там с Чарли бесились. Туда-сюда бегали. Фу, блин, жарко. Вообще, вот в эти дни, после новогодние, знаете, как здесь здороваются? Не привет, как дела, как всегда, ула. А, Филисаню Ноеву. То есть, с Новым Годом. Вот сегодня шла. Ну, тут уже всех знаю уже. И вот все, все до одного. Здесь же все здороваются. Знаете, даже если кого и не знаешь, идешь вот по городу, вот так по улице. То есть, вот так вот просто пройти, смотря, допустим, на землю, то так не прокатит здесь. Здесь нужно здороваться как-то. Даже если ты не знаешь человека. И вот сейчас все здороваются. Филисаню, Филисаню. С Новым Годом, с Новым Годом. Потом еще обязательно, конечно, спросят, как дела. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот, не знаю, как-то даже прям как-то даже как-то, ну, необычно. Непривычно даже. Необычно, а непривычно. Так, настроение какое-то хорошее у меня. Ай, повышенное. Наверное, потому что покупать иду. Я же люблю покупать. О, машина моя одинок стоит. Все разъехались. До Нового Года. Машину негде было поставить. А сейчас все свободно. Надо же. Король, мы смотрите, где солнце. Солнечные ванны принимает. Чарли, тебе удобно? Хорошо там тебе? Да? Классно? Пока я завожусь, он там солнце принимает. Я не могу. Он смешной такой. Съела бы его. Блин, не видно. Так может быть. Так смешно. Чарли, как всегда, на своем месте. Пошел, пошел. Знает, что Чучи, маме принесла. Покупок немного. Вот. Всего немножечко. А, для Чарли купила Чучи. Вот такие и другие. Я ему для зубов. Но это, конечно, все для зубов. Типа, фигня на постном масле. Ладно. Они для зубов стоят 2 евро. А такой стоит евро 19. Вот эти вот Чучи. Но ему надолго хватает. Потому что, естественно, мы же ему не по целому даем. Где-то вот такую палочку. Ну, вот по такой дольке, наверное, и даем. Может быть, даже меньше. Как типа премия что-нибудь. Ну, вы видели. Ге для душа. Муж только вот таким пользуется. Это он с глицерином. Натурально, видите. Сто процентным хабон мыло. А, о стельках. Чего взяла? Блин, я думала, это шпинат. Ну, опять я лоханула. Ну, что за дела? Евро стоит. Ну, ладно, будем варить. Это, знаете, типа вот. Я даже не знаю, как это сказать. Травка, в общем. Блин, я думала, это шпинат. Куда вообще я смотрю, куда, когда я покупки делаю? Ну, я смотрю, там было шпинат написано. Ой, блин, вообще. Ну, ладно, буду варить их. Я вообще хотела суп из шпината варить. Не судьба. Евро стоит вот такой. Яйца. Такие средние, небольшие, немаленькие. Евро 45. Хлеб. Цельнозерновой. Тут 5 штук. Это мужу. Он у нас... А, евро, я сказала. Здесь 5 штук. И мандарины. Вот. Мандарины у нас по евро... Евро 69. Там у меня кило 200. И все. Есть я сейчас буду вчерашние... Вчерашние рулетики, которые я сделала. Ням-ням-ням. Мой муж такой не будет есть, поэтому я ему достала мясо пожарю. И, наверное, с картошкой. А я... У меня осталась фенхель, кстати. Он вчера вечером такое говорит. Говорит, не стал тебя сразу спрашивать. Потому что я в еде... Знаете, они такие привередливые. Ай, это чё? Ай, это чё? Ай, это чё? Если скажешь что-нибудь странное, сразу вот так без... Не попробуй. Не попробуй. Ничего. Начинает уже, как говорится, морду воротить. Меня прямо это бесит. Поэтому муж знает, когда что-то это, он меня даже не спрашивает. Потому что я всё равно не скажу. Я скажу, еда. И вот вчера он такой поел, значит, и вечером говорит. Слушай, я, говорит, не сказал тебе, но мне интересно. Говорит, а что это я сегодня такое ел? Я говорю, угадай. Но он начал угадывать, угадывать. Я говорю, нифига не угадаешь. Я говорю, фенхель. Он, да ладно. А они привыкли, что фенхель вот этот вот зелёный, как на укропчик похож. Я говорю, да, корень фенхеля. Блин, говорит, а так вкусно. Обалдеть даже. Я говорю, я тебе не стала говорить, чтобы, ну ты знаешь почему, чтобы вот это вот не началось. Это я не хочу, это я не буду. Не пробую я. Они, знаете, как привыкли вот здесь. Едят вот мамину еду, своих сестёр еду, в барах еда. Вот всё однообразно, одно и то же. Вот как испокон веков они делали, они вот это вот есть, едят. Что-то новое, что-то там из других стран. Они к этому очень как бы относятся с предосторожностью. Думают, что вот русские едят странную еду. Вот селёдка под шубой. Как это можно селёдку под шубой? Я вот у меня даже некоторые клиентки. Отставим селёдку. А лосось? У них, знаете, что-то начинает включаться в голове. И лосось. Я говорю, селёдка это то же самое практически. Тоже засолено, как и лосось. Говорю, красный сальмон. У них, значит, включается. Всё это они соединяют. И такие. Должно быть вкусно. Я говорю, очень вкусно. Салат русский. Вот у них тут типа салат русский с майонезом. Это вот салат русский. Всё. Больше никаких салатов с майонезом у них нет. Ну, есть ещё коктейль де мориско, ну, там с гамбами. Там майонез смешают с кетчупом, сальсороса, розовый соус. Всё. Больше вот таких майонезных салатов в Испании вы не найдёте. И вот ко всему они к еде вот так вот все относятся. Как бы... А мы-то любим, чтобы у нас было много всего, сочетаемое и несочетаемое. И потом это вкусно. И начинаем готовить. Начинаем испробовать. Пробуем, да? Нет, они не пробуют. Они лучше по старинке. Как ели 100 лет назад, так и вот сейчас они будут есть. Поэтому я уже, как говорится, это... Не экспериментирую. Иногда просто на стол поставлю. Меня знают. И говорю, а ещё что-нибудь начинает. Вот. Я говорю, в Африке люди голодают. Говорю. А тут, говорю, ни меню, ни ресторан никакой. Вот что есть, то и есть. Тем более, я считаю, что я готовлю вкусно. Я люблю пожрать. Поэтому готовлю вкусно. И моя еда не может быть плохой. Так что вот так. Небольшое отступление. Но фенхель просто поразил. Очень вкусно. Буду теперь постоянно его готовить. Ладно. Разболталась. Мужик, пожарю картошку. Их еду с прошлого века, скажем так. И мясо пожарю. И яйцо. Вот это вот он готов каждый день лопать. И всё. А я вот. Мои рулетики. И фенхель. Что-то я озябла маленько. Пойду, наверное, чай себе сделаю. Кстати. О погоде в доме. 19,4. Боже, какая пыль. Какая пыль. 19,20. На улице 20. Дома. А ну вот. 16,8. Это дома. 19,4. Это на улице. 16,8. Это дома. 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 А на улице 19,4. Мне даже этот советуют. Окна открыть. Прикол. Тетя пришёл. На улице. Чарли был, кстати, на улице. Он загорал. Вы знаете, но если откроешь окна, то сквозь мертвый. И то есть, как бы, будет ещё холоднее. Я проверила. Кстати, вот обогреватель мой вот такой. Он, эта плита, как плитка обычная. Он не особо греет. Прям вот, знаете, так, чтобы... Это вообще на стенку его надо вешать. Мы покупали в Леруа Мерлин, по-моему. Мерлин или как там он называется. Он вот так на стенку вешается. Но мне показалось не рационально. Не рационально. В общем, мне показалось, что с этой стороны, зачем он будет мне стенку греть. Поэтому я поставила его вот на эту такую фигню. Это для полотенец. И он сюда классно вписывается. Я включаю его на 2-3 часа перед тем, как лечь спать. Потому что, когда заходит солнце, вообще дубак такой становится. Там, ну, 16 градусов где-то дома, да. Вот. И, в общем, да, нагреваю где-то до 19. И эта всю ночь вообще была включена. Потому что забыла выключить. И под утро мне было очень сильно жарко. Я посмотрела, было всего лишь 18 градусов. Но теплое, как это называется, теплое одеяло. Вообще мне комфортно. Я вот, когда побывав в России, мне лучше такая температура. Вот, для меня картошка жарится мужу. Уже совсем она пожарилась. Сейчас мясо достану. Вот. И мне лучше так спать. Я вот включу обогреватель. На 2-3 часа. Вот, чтобы, знаете, лечить, раздеться и было прохладно. Ну, не прохладно, а тепло, наоборот. Чтобы не так мерзнуть. А потом просто вырубаю его. Потому что я не люблю, когда мне жарко дома. И спать я люблю, укрывшись с ног до головы. Не важно, лето, зима. Я люблю спать всегда укрытое. Поэтому вот так. Так, с чесночком надо сделать. Так, где у нас тут чеснок? И чаю, чтобы попить. А зябло. Маленечко. А где чеснок? Где чеснок был тут? Чеснок, ты где? Чеснок, ты где? Блин, вот тут же был. Был да сплыл. А, вот он. Перед глазами стоит. Ну, вообще. Девочка-припевочка. Ни разу не бум-бум. Так. Так что вот так вот, друзья. 16 градусов. Знаю, будете офигенно офигевать. Как это так? Как можно жить при таких градусах? Можно. И даже очень комфортно. Мне даже, знаете, нравится. Чем жара, когда не знаешь, что открыть. Сквозняки. В общем, да. Как-то так. Чарли вон наверх сходил, позагорал. Он любит там полежать. Сейчас я пожарю мясо с чесноком. Просто так прям чеснок и мясо. И все. И вот такой вот будет обед. Там еще помидор есть, порежет помидор. Сам. А я буду чай пить. Ну вот, про погоду вам рассказал. Камеру теряю в день. Раз в четыре. Хожу туда-сюда, туда-сюда. Знаете, вы где были? На кухне, в шкафчике. Да. Пришлось сесть аккуратно и вспоминать, где я поставила камеру. Пипец. Мандаринка. Витаминчики, они сейчас... У нас сезон мандаринов и апельсинов, поэтому надо лопать. Сейчас буду монтировать. Знаете, что хотела попросить? Сериальчик какой-нибудь. Я уже не знаю, что смотреть. Включила какой-то сериал турецкий. Сейчас скажу. Маленькая невеста. Ну, что-то мне кажется, что он не зайдет мне. Правда, я посмотрела всего 10 минут. Вообще не знаю, что смотреть. Блин. Уже вроде бы как все пересмотрела. Я, знаете, уже вставила YouTube. И вот, что он мне там показывает, то и смотрю. Ну, иногда такая фигня, что просто, блин, я даже не смотрю, а в телефоне больше сижу. Ну, хочется посмотреть какой-нибудь интересный сериал, такой, знаете, чтобы за душу взял. Ну, что-то я не знаю. Их столько, что не найдешь. Может быть, вы какой-нибудь посоветуйте. Вот такие вот у нас пироги. Да, Чарли? Ты отдыхаешь? Моя майка. Я тут переодевалась. Сейчас надо ее отнести. Вот у свитера одевалась сегодня такой, он шерстяной, колючий. И под него обязательно нужно надевать белье. Маечки. Все, жду, жду, когда меня подстригут. Может быть, завтра, боже мой. Если нет, то я не знаю. В понедельник пойти в парикмахерскую какую-нибудь. В понедельник у нас... А, ну, планы у нас потом. На это. Вот если не подстрижет уже завтра, потому что пятница, суббота у меня уже народу будет много. И там будет... Начинается. Там будет недострижки. Не-не-не-не-не-не-не-не. Милицо не надо. Там у меня сыворотку нанесла. Все, дай с людьми поговорить. В общем, да. Ждемся, ждемся. И буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого на лучшего. Будет день и будет пища. Всего самого хорошего. Всем пока-пока.